Продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Катастрофы и природные катаклизмы от Бога или от дьявола? Катастрофы и природные катаклизмы от человеческого греха, в первую очередь. В книге Иова мы читаем достаточно подробную историю о том, как беды обрушивались на голову Иова праведного, как сатана приходил к Богу, и тот давал ему некое разрешение каждый раз так или иначе вредить праведному Иову. Не от Бога, не от дьявола, но для научения человеческого. Этот мир конечен по определению, и невозможно не прийти к этой вселенской беде рано или поздно. Безусловно, Бог всегда пытается сказать нам нечто через это, но не воспримем так, что Он посылает нам это как некое наказание или как вразумление. Мы искажаем мир, исказили его изначально своим падением, поэтому мир достаточно враждебен по отношению к нам, как и к самому себе. Мы видим это на примере всякой твари, которая, в общем, выживает и борется за свое выживание и за свое существование. Природа точно так же достаточно равнодушно относится к нам до того момента, пока мы не святы. Вот как раз о природных катаклизмах, которые в последнее время учащаются, вспоминаем житие святителя Иоанна Шанхайского, когда после изгнания из Шанхая он с его паствой оказался на острове в Индийском океане, где часто были ураганы, то он обходил каждую ночь этот остров, ограждая его молитвой и крестным знаменем. И соседние острова страдали все время от последствий стихии, а остров, на котором располагалась тогда русская миссия временно, ни разу не был этой стихией задет. Вот если мы с вами будем праведно жить, существовать, и при этом помнить о своем христианском долге по отношению к себе и ближнему, и внимательно относиться к окружающему нас миру, это не вопрос, наверное, внешней, скорее, экологии, а скорее вопрос внутренней экологии, то мы с вами сможем рассмотреть, от Бога ли эти ураганы, и если они действительно от Бога, то для чего они посылаются нам. Но правильный ответ всегда — это следствие искаженной природы, следствие человеческого греха. Другое дело, что любящим Бога вся споспешуствует в облагая, поэтому язычники делают выводы из каких-то страшных событий и вселенских катастроф о том, что Бог на них гневается, а мы совсем другие делаем выводы о том, что Господь пытается нам сказать таким образом, или, вернее, как Он пытается нас укрепить в нашей вере и в нашем следовании за Ним. так же, как и апостол Петр шел за Христом по волнам бушующегося Генезарецкого озера. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok